До того, как Том Харди стал известен, в 15 лет парень чуть не попал за решетку за угон Мерседеса и нелегального владения оружием. До того, как Том Харди стал известен, он был утонченным юношей, или попросту говорят, дрищом, и во многом благодаря этому он выиграл телевизионный конкурс моделей. До того, как Том Харди стал известен, будучи ребенком, он начал нюхать клей, позже стал выпивать, а еще позже плотно подсел на галлюциногены. Добро пожаловать на Телблогнет, и сегодня мы расскажем вам о жизни Тома Харди до того, как он стал известен. Пора, наконец, рассказать жителям Готэма всю правду. Кто я? Никаких идей. Кто, черт возьми, этот чувак с кривыми зубами и бородой? Кто этот урод? Я английский актер. Мне положено материться. Эдвард Томас Харди. Ему совсем недавно исполнилось 39 лет. Родился Том в благополучной и обеспеченной английской семье в Хаммерсмите. После его рождения семья переезжает в Лондон. Отец – писатель-комедиант, мать – художник. Имеет ирландские корни. Я хотел, чтобы отец мною гордился и стал актером, потому что стать кем-то другим у меня не получалось. А еще я нашел в этой профессии стержень для дисциплины. Родясь в творческой семье, Томас казалось обречен на творческую карьеру, но в детстве его вообще мало что волновало. По поведению маленького Тома сложно было сказать, что его интересует мнение родителей. Мальчик в 11 лет начинает нюхать клей. Он не жил в Мухосранске. В семье родители его любили, уделяли внимание и обеспечивали всем необходимым. Более того, родители устраивали своего горячо любимого и единственного сына в престижные школы, такие как Ридс, Тауэрхаус и Ричманская театральная школа. В эти учебные заведения сложно попасть. Обучение не всем по карману. Ученики из благополучных семей уроки ведут отличные преподаватели. Казалось бы, есть все условия. Учись не хочу. Но нет. Тома вечно тянула в какие-то передряги и плохие компании. С 13 лет паренек начинает пить. Видимо, взыграли ирландские корни. В том же возрасте на замену Клею приходит кое-что поинтереснее. Галлюциногены. Может, именно они в столь юном возрасте сильно повлияли на его восприятие и наградили актерским талантом. Кто знает. Естественно, что с такими наклонностями было непросто учиться в школе. Я был беспокойным подростком. География? В жопу географию! И мы шли курить. Кто нас остановит? В 15 я попался на краденом Мерседесе. Еще у нас была пушка. Мы попали в полицию и нам досталось. Но нас не убили. И я подумал. Ну хорошо, а что вы еще можете со мной сделать? Алло. Привет, Чарли. Слышишь меня? Конечно, я слышу тебя, блядь. Со слуха у меня все в порядке, пидор. Тогда Том и его компания чудом отделались от наказания. К слову, Харди получил права только через 15 лет после инцидента. Несмотря на подобные истории, вредные привычки и полное безразличие к учебе в школе, Том все-таки заканчивает ее и поступает в лондонский драматический центр, где его наставником становится человек, который в свое время обучил самого Энтони Хопкинса. Можно с уверенностью сказать, что сама судьба отправила Тома Харди к этому преподавателю. В этом же году Тома спробует себя на конкурсе моделей The Big Breakfast Fight Me, который показывался по ТВ. Тогда Харди было 21. Он был очень худым, утонченной модельной внешности. У Тома были все предпосылки, чтобы выиграть конкурс. Что он и сделал. Том покорил жюри своей харизмой и, само собой, внешностью. Сейчас многие с трудом поверят, что здоровяк из фильмов «Воин», Бронсон и «Темный рысарь» был моделью. Но на самом деле Том Харди в обычной жизни далеко не гигант. Можно даже сказать малыш. Его рост 175 сантиметров, а вес всего 68 килограмм. Удивительно, насколько экран меняет людей. А не такое же я и большое кино делает меня большим. Первый карьерный успех пришел к Тому в конце 90-х, когда он пробовал себя в качестве театрального актера в Англии. Посмотри на себя. И как я выгляжу, скажи. Ты хочешь, чтобы я воспевал твою красоту перед алтарем, как остальные, пытающиеся снискать твоего расположения? Правда, уже в начале 2000-х годов в жизни Тома началась волна неудач из-за серьезных проблем с наркотиками и алкоголем. Ну, надо же. Наверное, думаешь, что очень умный, да? Ходит, словно он какой-то Аль Капона. Вспоминая об этом, Том не скупится на эпитеты. За крэк я готов был продать родную мать, признается он. Чтобы избавиться от зависимости, ему пришлось лечь в реабилитационную клинику. Я сделал нечто особенно отвратительное, и это позволило мне очнуться. Рассказывает о том периоде актер. Мне сказали, если ты не покончишь с этим, обратного пути не будет. И это прочно засело в мою голову. В 25 лет Том Харди после упорной борьбы побеждает свои пагубные зависимости. В моей голове живет Арангутан, его зовут Артур. Все неверные решения принимает он. Эта тварь всегда жмет кнопку безумия, особенно когда напьется. Ну а он всего-то навсего Арангутан, и мне надо учиться с ним ладить. Дебют в кино актер совершил в мини-сериале «Братья по оружию», однако эта работа осталась незамеченной. Поэтому настоящим дебютом можно считать фильм «Падение черного ястреба». Не вздумай стрелять из этой фигни у меня над ухом. Черт, ложись! Я же сказал тебе! Еще раз выстрелить! Следующие роли в кино также не принесли массовой известности актеру. «Семирная слава» пришла к нему после роли в фильме «Стюарт. Прошлая жизнь». Он знает точный день, когда стал социопатом. Где он сыграл бездомного страдающего ДЦП, алкоголизмом и наркоманией. Именно эту роль Сам Харди называет своей вехой в карьере и лучшей ролью. Именно после этой работы Том Харди стал сниматься в фильмах только ради удовольствия. Уже потом он снимается в фильмах, принесших ему всемирную известность и армию поклонников. Бронсон. Рок-н-ролльщик. Грозовой перевал. Самый пьяный округ в мире. Неужели? Общак, лог, воин. 16-летний пацан, да че я тогда понимал? У тебя был выбор, был, понял? Безумный Макс. Легенда, выживший. Правильнее всего будет прикончить его. Его обязательно надо выходить. Я понял. Каждая из этих картин не останется незамеченной и соберет нехилые суммы в прокатах. Актер станет очень востребованным, известным, подружится с Ди Каприо. Каково вам было бить Лео? А, это было очень просто. Попадет в неловкую ситуацию из-за слухов на тему ориентации. Я Филадельфия. Привези оттуда итальянку. Что скажешь? Я почитаю парней. Итальянцев, иногда греков. Я не привередлив. Я не стриптизерш хочу, раз-два. Я хочу тебя. Сыграет двух людей в одном фильме. Ты же никого не боишься. Только себя. И тебя. Станет продюсировать другие ленты и даже съездит в Сибирь. Но это уже совсем другая история. А это была история Тома Харди до того, как он стал известен. Я люблю быть кем угодно, кроме самого себя. Когда кто-нибудь кричит, эй, это же Том Харди. Я всегда оборачиваюсь. Где? Я был первым, кому он позвонил. Говорит, нужен расист. Мерзкий. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых отечественных и западных звезд. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.